если он является лекарственным препаратом. Единственная цель этого документа изначально была предоставить основную информацию о безопасности Company Cost Safety Information для периодических отчетов. Изначально цель этого документа была изложить периодические отчеты по безопасности, потому что тогда это требовал формат данного документа. В промежуточных периодических отчетах по безопасности IPCR есть такие требования на некоторых рынках и определенных отчетов о безопасных отдельных случаях, полугодовые представления. Например, если ПСУП доставлено 2 продукта. Технические требования к регистрации фармацийских препаратов для человека это ICH2E2C Review 1. Вы можете поднять эту сеть и увидеть данные требования. Company Cost Data Sheet служит основой для назначения лекарственных препаратов, также для глобальной рекламы, рекламных мероприятий. Почему? Потому что в дальнейшем информация о Company Cost Data Sheet берется в Medical Guide, вашими медицинскими адвайзерами, медицинскими советниками, и разрабатываются, могут разрабатываться рекламные продукты. Ваше взаимодействие в данном вопросе, это то, чтобы в рекламных ваших буклетах информация не отличалась в той информации Company Cost Data Sheet. Почему? Потому что то, что мы видим на сегодняшний день, очень четко отслеживает и даже государственная служба по обеспечению лекарств, контроля качества, ну и на других рынках есть такие же регуляторные органы. И если эта информация отличается, это может стать поводом даже штрафом, особенно антимонопольный комитет этот вопрос отслеживает. То есть если вы говорите, например, о том, что и были же вопросы, мы знаем, когда уже были прецеденты, они также, сейчас вы можете найти информацию, когда были большие штрафы для держательства удостоверения, когда, например, вопрос ДКСАНа, да, то есть когда вот сейчас пандемия, ДКСАН, и были проблемы. То есть, ну, сейчас нельзя говорить больше, чем может ваш продукт, потому что это наказуемо. Понятно, что все фармацевтические компании одна из задач продавать, но вы можете, как держатель своего удостоверения, понести убытки финансов, из-за чего искать, что вы не досмотрели, вы не проследили, а маркетинг дописал что-то больше или так перефразировал, что оно укладывается в другую концепцию. Поэтому тут вопросы также ваши. То есть, отследить комплоентность и изложение медицинских буклетов, которые дальше могут пойти дальше в рекламные продукты. То есть, это взаимодействие вас, как уполномоченца по фармаконазору, с медицинскими советниками. В дальнейшем медицинские советники могут эту информацию подавать и на конгрессах, на конференциях. То есть, также это надо отслеживать доклады. Почему? Потому что это тоже может послужить вопросом такого диссонанса, который может, в свою очередь, привести к финансовым и даже имиджерным проблемам. Целью наличия компании Code Data Sheet, во-первых, является согласование, маркировки любого указанного лекарственного препарата со справочной информацией по безопасности. То есть, вы контролер, да, то есть, вы не отвечаете за все CCDS, но вы отвечаете за профиль безопасности. И вы не можете допустить, чтобы там не содержалась актуальная информация именно по безопасности данного продукта. Поэтому, Company Code Data Sheet, это инструмент внутреннего регулирования компании, это инструмент для фармаконазора, то есть, в СУРА все равно мы понимаем, что мы должны согласовывать непосредственно инструкцию для медицинского применения, самори, общую характеристику продукта, то есть, данный документ, это важно. И в дальнейшем это может, ну, как бы, корреляция между документами, которые генерируют медикал-райтеры и фармаконазор. То есть, эти все вопросы должны быть как последовательны, прослеживаемы и прозрачны. То есть, эти вопросы, мы постоянно вас подвожу к мысли, то есть, в ручном режиме очень сложно управлять, в ручном режиме очень сложно отслеживать. И когда нет у вас этого продукта, то есть, сейчас на рынке много продуктов есть, которые предлагают вам. Есть базы данных по фармаконазору, которые, это очень удобно, я призываю к тому, чтобы у вас было это, вы ощутите, как это легко, что кроме базы данных по побочных реакциям, есть модуль, который управляет мастер-файлом. Есть модуль, который управляет, где изначально заложены форматы периодических отчетов по безопасности, планы управления рисками и company code data sheet, и company code safety information. И сразу, а рядом модули 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, сравнили, посмотрели, ага, все отслеживается, все комплоентно, нет вопросов, вы готовы к аудиту, и вы готовы к тому, что эксперты регуляторного органа также могут просмотреть, потому что у них также есть доступ к этим документам. Мы и эксперты регуляторного органа говорим на одном языке. То, что некоторые регуляторные органы рекомендуют носить инструкцию, конечно, это облегчает нам вопрос, потому что мы, но есть регуляторные органы, которые надеются на такую, как бы, сознательность, я бы сказала, заявителей. Тут вопросы, ну, как бы, ну, а уполномоченцы ответственного фармаконазора отвечают еще раз за актуальность поданной информации в инструкции. Поэтому вопрос, как бы, и не необходим, нет такого рекламента, требований, но, тем не менее, он нужен. Поэтому вопрос вот профиля безопасности не ограничивается разработкой только инструкции медицинского применения. Мы видим, и особенно сейчас вот есть прецеденты на Украине, да, вот мы видим, что инструкции не всегда, и на других рынках есть такое, не всегда референдный препарат, оригинальный препарат своевременно внес. И как бы данная ситуация. У нас много на рынках сейчас Украина СНД продуктов, которые, к сожалению, регистрировалось 30-50 лет, и тогда не было таких требований. А закон обратный сил не имеет. Что делать в этом случае? Конечно, компания Кодэйтащит, он поможет отслеживать, сделать процесс прозрачный. Я постоянно это говорю, почему? Потому что, ну, тот, кто получил в руки данный документ и смог им управлять, тот понимает, что у него не будет риска восстановки именно лекарственных средств на конкретных рынках. Почему? Потому что он комплоентен. Инструкция для медицинского применения, еще раз говорю, это часть компания Кодэйтащит, потому что компания Кодэйтащит содержит информацию и у клинических исследований, почему уносилось данное показание. То есть, и есть связь, можно осветить по системе, я вам покажу, что это, как, например, Development Co-Safety Information, да, то есть, как оно потянулось от разрабатываемой Co-Information, да, ниточка, и как это все взаимосвязано. И вам не надо искать, вам не надо это все, архивы, бумажный вариант, это все реально доступно. И, конечно, вот это должны быть стандартные операционные процедуры. Поэтому это первичный справочный документ, который содержит показания, требования к дозировке, причем на разных рынках могут быть, еще раз говорю, разные требования к дозировке, методы ведения, проблемы, связанные с популяцией, упаковка, хранение, несовместимость лекарственных препаратов, вот, и информация о компании Кодэйтащит, информация тех разделов, которые касаются последнего профиля безопасности. Это в связи с идеей, как источник других документов. Мы видим, первое, USPI, это документ, который характерен также для Соединенных Штатов Америки. Можно для Европейского Союза то же самое ставить с МПС. Медикал Гид, то есть, дальше идет вопрос в том, что, мы говорили, комплиентность, прослеживание информации между компанией Кодэйтащит и медицинским, да, то есть, медицинские советники пишут медикал Гиды, документы для промоции, которые дальше идут в пэккедж, то есть, для маркировки и промоционные материалы. Также это источник обучающих материалов, которые могут использоваться именно для обучения непосредственно врачей. Если мы говорим о геодоктор слетис, то есть, если появилась новая информация, это уже активный фармаконадзор, мы должны в обязательном порядке согласовывать, как заявители, данный документ с регуляторными органами.